Как выглядит один из самых крупных выловленных самов в истории? Так ли опасна рыба с человеческими зубами? Реальны ли Годзиллы? И каких необычных обитателей можно обнаружить в реках? Сейчас расскажу, с вами Смарт Пицца, и в этом выпуске вы увидите речных монстров, которые поразили весь мир. И начать я бы хотел вот с такого неоднозначного снимка, который пришел к нам из Китая. Девушка занималась съемкой на берегу реки Янцзы и случайно стала свидетельницей появления неизвестного создания, которое не было похоже ни на одно другое животное, известное людям. То ли это была свинья, то ли какая-то рыба. Ясно лишь одно, это был речной мутант, происхождение которого так и будет покрыто тайнами. Ведь существо уплыло, а поймать его никому не удалось. А как думаете вы, кто это мог быть? Жду ваши варианты в комментариях. Вот кого поймать, к счастью, удалось, так это следующую рыбу. Рыбу из реки По. Хотя, знаете, назвать ее рыбой у меня как-то язык не поворачивается. Итальянский рыбак вытащил из воды настоящего монстра немыслимых размеров. Этот процесс, со слов мужчины, занял у него по меньшей мере 40 минут. Пока герой истории боролся с самым, он даже забыл поставить лодку на якорь, и ту чуть не унесло течением. В конечном итоге у итальянца все получилось. Он дождался специальной службы, и ее представители провели замеры рыбины. Сом был 285 сантиметров в длину, что на 4 сантиметра больше предыдущего рекорда, установленного в этом же месте. Неплохой такой улов, правда? После всех этих замеров рыбу отпустили, поцеловав на прощание. Следующего речного монстра тоже отпустили, вот только целовать его по понятным причинам никто не собирался. Ведь это был настоящий черный кайман. Черный кайман – невероятно сильное животное, которое хоть и выделяется довольно длинным телом, но весит на порядок меньше собратьев. Однако в любом случае, это никак не мешает его охотничьей деятельности. У взрослых кайманов мало врагов, а габариты потенциальной добычи могут доходить аж до двух метров. Единственное, чему в их случае не позавидовать, так это жизни в юном возрасте. Молодняк черного каймана постоянно сталкивается с проблемами из-за слабой защищенности. Многие хищники видят в них легкий и сытный корм, и с этим ничего нельзя поделать. Без навыков маскировки детеныши быстро поедают анаконды, ягуары, пираньи и даже другие кайманы. Зато если животному посчастливится вырасти целым и здоровым, то картина кардинально изменится. Трехметровый кайман, закованный в броню, будет с радостью лакомиться пираньями, охотиться на капибар, птиц и топиров. Довольно глупые и неопытные хищники будут готовы вступить с ним в бой. Хотя, правды ради, черный кайман редко приглашает на честную дуэль. Основной стиль охоты этого монстра выглядит следующим образом. Он долгое время сидит в воде и не вылезает. Видны одни лишь его глаза, и то, если знать, что там кайман. В обычной жизни никто, даже самые внимательные животные, не обратят на него внимания. Как только потенциальный враг окажется в зоне досягаемости, кайман совершит молниеносный рывок и вонзит в цель десятки острейших зубов, которые с удовольствием заберут в чужую жизнь. Даже черепахи и их прочные панцири оказываются беспомощными. Чего говорить про более уязвимых животных? Даже не представляю, насколько нужно быть уверенным в себе и своих силах, чтобы, подобно мастерам из нашего ролика, устроить охоту на каймана. Рыба с человеческими зубами А теперь я покажу вам очень странное создание, которое было выловлено простым мальчишкой в одной из рек Соединенных Штатов. Юный рыбак из Оклахомы подцепил на удочку рыбу паку из подсемейства пираньевых. Обычно такие рыбы водятся в бассейне реки Амазонка, но уж никак не в Оклахоме. Специалисты предположили, что это создание могло жить у кого-то в аквариуме, а потом его отпустили на свободу. Вот только сделали это крайне бездумно и безответственно, ведь в неродных условиях рыба могла очень быстро погибнуть. Интересно, у всех этих рыб такие странные зубы, похожие на наши? Или это был мутант? Если кто-то из вас знает, обязательно напишите об этом в комментариях. Ну а мы идем дальше. Арапайма Ох, сколько же силы, воли и одновременно ужаса скрыто в этих восьми буквах. Гигантская арапайма – это олицетворение всего южноамериканского гигантизма. Не просто так этого монстра считают одной из самых крупных пресноводных рыб мира, ведь она достигает целых двух метров в длину. Да уж, удержать такой улов в своих двух с трудом представляется возможным. Хотя с другой стороны, все вполне логично. Кто сказал, что царя рек должны держать всего в двух руках? Если забыть об отлове этой рыбы, то ее жизнь является довольно спокойной. Она с удовольствием избегает мирской суеты и не водится в бурных реках. Спешить и резво на кого-то охотиться она тоже не собирается. Арапайма понимает, что у нее невероятно большие габариты, и она не по зубам остальным обитателям рек. А значит, торопиться некуда, можно проживать жизнь в своем умеренном темпе и наслаждаться каждым мгновением, каждым новым метром, что она проплывает. А вот кто насладиться тем же вряд ли сможет, так это любая жертва нашей рыбины. Как минимум из-за того, что перед смертью они видят вот эту бездонную глотку. Кстати, глотка и плавательный пузырь арапаймы покрыты легочной тканью, которая позволяет ей дышать обычным воздухом. Способность для рыбы довольно неординарная, хотя и встречается у других видов. Эта анатомическая особенность делает животное двоякодышащим. Поверьте, манеру ее дыхания вы вряд ли с кем-то еще спутаете. Чтобы глотнуть свежего воздуха, арапайма всплывает, высовывает морду и создает целую воронку, засасывая воздух, как какой-то мощный пылесос. Ну да ладно, вернемся к главной фишке этой рыбы, к ее размерам. Знаете, благодаря чему ей удается их поддерживать? Правильно, благодаря особой диете. Питается гигант из мира рыб более мелкими собратьями, пожирая всю рыбу на своем пути. Иногда на корм идут и сухопутные обитатели, например, птички, которые решили принять ванну в родном болоте арапаймы. И хоть спрятать свою огромную тушу у рыбы не выходит, она легко притворяется бревном или каким-то другим неодушевленным объектом. Остальные живые существа попросту даже не догадываются, что в реке может быть настолько крупная рыба, намеревающаяся их слопать. А вот о чем тоже никто не догадывается, так это о юношестве арапайм. Нет, оно совсем не такое же, как у остальных рыб. Как минимум из-за того факта, что эти существа практикуют усыновление мальков. Благородные гиганты берут под свой плавник даже чужое потомство, выращивая осиротевших малышей вместе со своими. Сом-мутант Следующая история поимки речного монстра берет свое начало в 2016 году, когда рыбак-экстремал Джереми Уэйд отправился рыбачить близ Чернобыля. Как мы все помним, это место пропитано радиацией. И хоть мутантов в наше время там уже не так много, они все еще встречаются в ближайших лесах и реках. Существо, которое выловил Уэйд, с одной стороны кажется нормальным. Это был сом длиной чуть более полутора метров. Да, такие особи встречаются редко, но все же это в пределах разумного. Однако мы не учли одного момента. Сом был полностью черным. Научное сообщество путается в догадках и не может с уверенностью высказаться по этому случаю до сих пор. Одни уверены, что это был мутант. Другие говорят, что изменения не могли затронуть один лишь окрас. Как бы то ни было, надеюсь, что рыбину в конечном итоге отпустили и употреблять в пищу не стали. А то могли. Сом из Чернобыля был очень большим. Его с трудом мог поднять даже взрослый мужчина. А вот наш следующий гость, хоть он и является очень странным и для кого-то даже пугающим, легко поместится в руках и у юных рыбаков. Это крайне необычная щука, выловленная в реке США. Эксперты, которые посмотрели на эти кадры, заявили, что такой улов встречается раз в жизни. Как вы уже могли заметить, рыба отличается от простых щук тем, что у нее синий рот. Да и окрас, если на то пошло, тоже какой-то непростой. Естественно, она не наелась цветных конфет и не выпила напиток с красителями. А значит, с большой вероятностью, рыбак вытащил из реки мутанта. Но что именно могло спровоцировать такие изменения в теле рыбы? Этого никто не знает. Сегодня мы с вами уже наблюдали за сомом. Довольно большим, страшным, но мирным. Однако эти рыбы не всегда бывают такими. Гунчи, к примеру, являются исключениями из правил. Сом-гунч – монстр из Азии, которого обвиняют в охоте на людей. Но не будем спешить и разберемся во всем по порядку. Итак, о встречах с этим существом говорят уже давно. Считается, что вытащить его из воды – большая удача. И не из-за того, что мясо гунча очень вкусное и сытное. А поскольку сама по себе рыба с трудом поддается ловле. Что же до его мяса? Оно наоборот дурно пахнущее и противное. Да еще и ядовитое. Обычно гунч весит до 100 килограмм, но встречают и особей в два раза крупнее. По поводу опасности для человека тоже все не так однозначно. Питаются эти сомы раками, рыбой, земноводными и небольшими млекопитающими, попавшими в воду. Они очень любят тухлое мясо и с удовольствием лакомятся падалью. Именно из-за последнего нюанса этих созданий и начали обвинять в людоедстве. Мол, в одном из тел гунчей однажды нашли останки человека и понеслась. Однако, если разобраться в истории, то станет ясно, что в Индии до сих пор пользуются популярностью древние обычаи. Это когда люди сжигают тела умерших и сбрасывают их останки в реку. Ну а гунч, собственно, и не против ими полакомиться. Говорит ли это о том, что он напал бы на еще живого человека, никто не знает. За то, что известно мне наверняка, так это то, что рыбак из этого видео просто какой-то сумасшедший. Желая вытащить этого самого редкого сома, он был готов прыгнуть за ним прямо в реку, позабыв о правилах безопасности. Повезло, что в конечном итоге удача оказалась на его стороне. Но важно понимать, что в другой раз расклад может оказаться совсем не таким положительным. Как это так, что в выпуске про монстров мы еще не затрагивали Австралию? Пора это исправлять, согласны? В 2017 году группа рыбаков плавала недалеко от берега нового южного Уэльса и случайно увидела вот это. Из воды выглядывало пугающее создание, отдаленно напоминающее человека. Первой мыслью рыболовов было смотать удочки и убраться подальше от реки, где плавают такие жуткие создания. Но любопытство все-таки взяло вверх, и люди засняли монстра на камеру. Как вам кажется, кто это мог быть? Русалка? Инопланетянин? Неизвестный науке вид? А может просто какой-то мутант? Жду вашей версии в комментариях. Кстати, по поводу неизвестных науке видов, такие животные загадки встречаются не только в неповторимой Австралии, но и, например, на Аляске. Так, в 2016 году там сняли подобное продолговатое существо, не похожее ни на кого другого. Сначала очевидцы подумали, что это может быть веревка, зацепившаяся за кусок льда, но потом пришли к выводу, что объект в реке является живым. Если это и правда так, то перед нами определенно какое-то новое существо, которое еще предстоит открыть. Надеюсь, оно не ядовитое и не бьется током, а то таких на нашей земле и так уже полно. Белая акула Да-да, вам не послышалось. В реке засняли и ее. Местный житель из Австралии снял видеоролик, на котором эта опасная хищница плавает в одном из городских речных каналов. Сперва где-то вдалеке стало заметно движение, и автор ролика включил камеру. Затем он увидел хвост, но продолжил сомневаться. Белые акулы ведь не плавают в реках, правда? Но прошло еще несколько секунд, и все сомнения окончательно развеялись. Акула оказалась в метре от автора видео. Никто наверняка не знает, как именно здесь оказалась эта хищница. Единственная адекватная версия говорит о том, что она охотилась на рыб и во время прилива случайно заплыла в реку. Когда мы говорим про места, где люди встречают разных любопытных монстров, Лондон никогда не стоит в числе фаворитов. Однако наше следующее существо, о котором пойдет речь, с удовольствием выбрало место своего обитания – лондонскую темзу. Кто именно это был, эксперты не знают, но предполагается, что на камеру попала анаконда. Вот только у меня есть вопрос, разве у анаконд бывают красные глаза? Да, на опубликованном снимке можно разглядеть голову пресмыкающегося. Вот только она куда более широкая, чем у рядовых представителей вида. Единственное, что играет в пользу теории про змею, так это новость о найденной близ все той же реки змеиной коже, сопоставимой по габаритам с этой красноглазой здоровячкой. Если предположить, что кожа, найденная на берегу Темзы, принадлежит той же змее, которую недавно засняли, то это означает, что в Лондоне уже как минимум несколько лет живет огромная рептилия родом из Южной Америки. Она прекрасно приспособилась к местным условиям и быстро находит себе добычу, ежегодно увеличиваясь в размерах. Наш следующий гость тоже шикарно адаптировался к жизни. До недавнего времени ученые считали, что ящерицы, какими бы они ни были, не умеют дышать под водой. Однако представитель вида Анолис Аксилофус доказал обратное. Выяснилось, что эти создания способны погружаться в воду примерно на 15 минут. Ученые, по запросу биолога из Торонского университета, решили посмотреть, чем именно занимаются данные животные во время этих погружений, и проанализировали снятое видео. По нему стало видно, что особь, находящаяся на дне, расширяла и сжимала небольшой пузырь прямо у себя на голове. Не нужно быть экспертом, чтобы понять, что создание полноценно дышало. Вероятно, ящерица перерабатывала воздух примерно так же, как это происходит в случае с использованием дыхательного аппарата. Считается, что эти существа получили такую особенность в ходе эволюции для того, чтобы прятаться от земных угроз. Китайский монстр Именно так прозвали панцирника, которого вы видите на своих экранах. Его вытащили из реки в городе Гуанчжоу в 2019 году, и долго не могли понять, кто это вообще такой. У монстра была длинная пасть, напоминающая крокодилью, а также рыбьи конечности. Длина тела при этом стремилась к метру, а острейшие зубы заставляли всех вокруг проявлять максимум своего внимания. Кем была эта живность, осталось неизвестным, но отпускать ее обратно в реку никто не собирался. Люди боялись, что мутант сожрет всю безобидную фауну и нарушит баланс. Давайте посмотрим на необъяснимые находки в Африке. Начнем со снимка, который мне прислал подписчик. В этот раз это даже не обычная фотография, а кадр со своей отдельной историей, которая берет начало вдали от городской суеты, прямо в сердце одного из африканских лесов. Однажды шестеро путешественников отправились в одно из самых захватывающих приключений в их жизни. Эти люди всегда искали что-то неповторимое и магическое. В течение нескольких дней они глубоко проникали в густой лес, и каждый шаг становился все более захватывающим. Однако ничто не могло подготовить их к тому, что они увидели на третий день своего путешествия. Один из путешественников заметил между старых деревьев нечто неизвестное и пугающее, и сразу же позвал коллег. Вместе они начали постепенно подходить к странному объекту, но более ясной от этого ситуации точно не становилось. Скорее, все было с точностью да наоборот. Люди разглядели монстра, совершенно огромного, с безобразными формами и жутким запахом. Это существо явно было мертво, но никто так и не понял, кто и каким образом отправил его на тот свет. Снимки тут же были направлены в исследовательские центры, но ни один из ученых не дал хотя бы какие-то ответы на вопросы. Все лишь развели руками и сказали, что понятия не имеют, кто был в том лесу. Мокелем Бембе А теперь я расскажу вам о монстре, которого знает практически каждый житель Африки. И хоть он все такой же мистический, как и наш предыдущий гость, по крайней мере мы можем судить о его жизни, исходя из еще древних легенд. Итак, динозавры вымерли десятки миллионов лет назад. Однако некоторые динозавры, как считают жители Африки, все еще населяют нашу с вами землю. Речь идет непосредственно про Мокелем Бембе, монстра с длиннющей шеей. Его изучением занимаются не обычные ученые, а криптозоологи. Это те, кому интересны монстры, о которых пишут легенды и все в таком духе. Изучаемые же ими создания называются криптидами, но это так, небольшой автоп. Вернемся к нашему таинственному существу. Название этого динозавра с языка лингала переводится как «тот, кто останавливает течение рек». Почему его прозвали именно так? Тут несколько версий. Говорят, что Мокелем Бембе контролирует многие реки и тех, кто в них обитает. Также считают, что монстр с легкостью прогуливается даже против течения рек, что подтверждает его величие. Версий немало, и, конечно же, никто не в силах подтвердить хотя бы одну из них. В то же время народы, которые обитают вокруг, говорят обратное. По их словам, они встречают Мокелем Бембе чуть ли не каждый день. Криптид не причиняет им вреда, спокойно прогуливается вдоль реки и уходит в закат, прячась от человеческого взгляда. Доподлинно неизвестно, где гигант спит или хотя бы проводит свой день. Было множество экспедиций, но ни одна из них не увенчалась успехом. У загадочного существа четыре ноги, они короткие, а на задних конечностях есть три когтя. Кожа окрашена в красновато-коричневый цвет, и в целом она похожа на кожу слона или бегемота. Само собой, уже давно можно было бы списать все на выдумку и фальшь, но фишка в том, что разные народы, даже те, которые друг с другом вообще не контактируют, говорят про Макелем Бембе примерно в одно и то же время. К тому же они описывают его совершенно одинаково, и это не может не наводить напугающие мысли. Кто знает, быть может этот криптит из Африки на самом деле реален. У них есть целое семейство себе подобных, и все в таком духе. Мало ли что, матери природе в какой-то момент взбрело в голову. Тем более вон, в Египте люди находят настоящих четырехлапых китов. Разве после этого вообще хоть чему-то можно удивиться? Это, если вы не поняли, настоящие останки предка нашего кита, у которого было четыре конечности. Возраст окаменелости примерно 40 миллионов лет, и она говорит о том, что в какой-то момент эволюции эти создания превратились из травоядных наземных парнокопытных млекопитающих в хищных и полностью водных китообразных. Особенности черепа найденной особи указывают на способность более проворно и активно двигать пастью. Судя по всему, млекопитающее, достигавшее около трех метров в длину и веса в 600 килограммов, было одним из самых успешных хищников своего времени. Но возникает другой логичный вопрос. А зачем в таком случае четырехлапому киту было менять место своего обитания? Ответ на это находится на поверхности. Дело в том, что этот кит действительно был силен и проворен, но таких особенностей все равно было недостаточно для выживания в будущем. На свет появились куда более социальные и мощные создания, чьи размеры или клыки превосходили силу четырех лап кита. Поэтому, чтобы выжить, ему пришлось перемещаться под воду и учиться жить там. Сперва гибридно, то есть и на суше, и на воде, а потом и окончательно в водной среде. Помимо странного кита, в Африке нашли существо с самым прочным позвоночником в мире. Пока вы не поняли, кто это такой, напишите предположение, как монстр может выглядеть. Быть может, у него гигантские размеры? Может, он очень высокий? А, погодите, скорее всего, это кто-то вроде крокодила, правда? Рептилия, которая очень широкая и прочная, да? Все эти догадки абсолютно неверны, Ведь первенство по прочности позвоночника заняли обычные дымчато-серые землеройки. Кто бы мог подумать, что такие крошечные, милые и пушистые создания способны без особого труда выдерживать на спине вес, равный весу взрослого человека. Не знаю, как у вас, но у меня это даже в голове не укладывается. О существовании этих супергероев, которые не носят маски или плащи, Стало известно еще в 20 веке, но до недавних пор никто толком их так и не изучал. Согласитесь, факт, что они настолько выносливые, не самый очевидный. Лишь в 2013 году люди начали подходить к этой теме все ближе и ближе, и в конце концов узнали, что строение их позвоночника отличается от всех известных живых и вымерших существ Земли. Так, позвонки состоят из тысяч крошечных выступов, при помощи которых сцепляются друг с другом. Благодаря этому свойству позвоночник приобретает аномальную гибкость и способность выдерживать колоссальные нагрузки, так как вес распространяется настолько равномерно, насколько это вообще возможно. Люди пока не знают, для чего землеройкам это нужно. Но принято считать, что эта особенность помогает им искать еду. Они ведь питаются всякой мелюзгой по типу жучков, паучков и другими разными обитателями труднодоступных мест. И именно поэтому в такой охоте гибкость как никогда полезна. А вот что полезно нам, людям, так это периодически протирать глаза и нормально высыпаться, чтобы не было никаких галлюцинаций и внеплановых засыпаний. Иначе, когда вы будете ехать где-нибудь по дороге в ЮАР и увидите реального оборотня, то не поверите своим глазам. Странное создание, похожее на получеловека-полусобаку, бродило по улицам провинциального городка в Южноафриканской республике в компании других собак. Человек, который был в машине, долго не мог поверить увиденному. Ему казалось, что это все его же фантазия, но камера в то же время не врала. Да, не хотел бы я оказаться на месте этого бедняги. Он, поди, там в этот момент чуть с ума не сошел. И ведь при этом ему нужно было сохранять концентрацию, ведь мужчина находился за рулем. К счастью для автора видео, Обертин никак не отреагировал на несанкционированную съемку и просто в скором времени скрылся. Никто так и не выяснил, кто это был и где он сейчас. У людей осталась лишь данная видеозапись, которая множество раз проверялась на предмет монтажа и доказала свою честность. Вымышленные или мистические существа – это, конечно же, невероятно круто. Всегда интересно понаблюдать за теми, о ком ты совершенно ничего не знаешь. Но здесь есть и обратная, негативная сторона. В то же время ты ничего не сможешь узнать об этих монстрах, ведь в большинстве случаев контакт с ними заканчивается на какой-нибудь легенде или видеозаписи. Чего не скажешь о реальных странных существах, которых с течением времени находят наши ученые. Они появляются так же неожиданно, как гром среди ясного неба, и удивляют совершенно всех, кто хоть немного ими увлекается. Одним из таких необычных монстров я могу с уверенностью назвать Протеа. Это не слизень, не рептилия и даже не призрак, а одна необычная саламандра, которая, в отличие от своих родственников, навсегда отказалась от свежего воздуха и солнечного света, выбрав жизнь под водой. Что из этого получилось? Можете посмотреть сами. Амфибия полностью обесцветилась, это бросается в глаза в первую очередь. Во-вторых, Протей обменял зрение на улучшение других чувств. Глаза заросли кожей и различают лишь освещенность. Зато нюх, слух и чувствительность к электрическим полям у амфибии гораздо острее. Чего не сделаешь ради адекватной ориентации в подводных условиях. Но и это не все, что наш герой отдал ради счастья. Вместе со зрением он также попрощался и с наземным образом жизни. Для заплывов животное выбрало технику плавания для безногих. Виляй телом, как угорь, и плыви вперед. Правда, ради стоит отметить, что вот таким вот виляющим вряд ли вы его найдете, поскольку большую часть времени амфибия проводит на дне, вообще не подавая признаков жизни. Скорее всего, как считают ученые, это связано с отсутствием необходимости в постоянной миграции, а также соответствующим стилем охоты. Подобно крокодилу, Протей прячется в засаде, а потом одним ловким рывком нападает на свою добычу. Кстати, вот еще один важный момент. На большой глубине далеко не так много рачков и прочей мелкой живности, поэтому столь пассивный образ жизни также позволяет ему сохранять важные калории и тем самым гораздо успешнее выживать. Амфибия вообще настолько отточила этот энергосберегательный навык, что может не есть до 10 лет. А это гораздо больше, чем живут все родственники Протеев. В то время как остальные существуют пару лет, эти ребята размером до 30 сантиметров могут просуществовать все 100. Русалка из Польши Верите ли вы в русалок? В этих прекрасных созданий, которые поражают своей красотой и пением? Мне кажется, что статистика будет показывать примерно 50 на 50. Однако после этого видео числа определенно изменятся. На нем видно, как где-то в Польше группа ученых аккуратно, пока никто не видит, приехала к одному из берегов и достала оттуда русалку. По всей видимости, существо было без сознания. То ли оно просто отключилось от потери сил, то ли уже окончательно умерло. Как бы то ни было, для ученых такое тело может быть революционной находкой, за которую стоит цепляться изо всех сил. Вот они и прибыли сюда при первой же возможности, находясь в защитных костюмах. Они подняли русалку, поместили на каталку и отнесли в машину. Что любопытно, как рассказал автор, когда это видео оказалось в сети, его несколько раз пытались заблокировать для просмотра. Страйк кидал кто-то из правительства, что в очередной раз наводит на странные мысли. Позже, когда у властей спрашивали по этому поводу, никакой реакции они не давали. Якобы ничего этого и не было вовсе. Все это монтаж и выдумка. Не знаю, как вам, но мне почему-то в эту запись верится. Она смотрится естественно, без всякого лишнего. Да и в русалок я, если честно, тоже верю. Не просто так, еще древние моряки рассказывали людям о существовании подобных хвостатых монстров. Вот только раньше никаких доказательств не было и в помине, а теперь, по всей видимости, они, наконец, у нас в руках. Однажды, летним вечером, группа друзей решила прогуляться по местному парку в Чили. Солнце уже начало садиться, и парк окутывался мягким сумеречным светом. Люди наслаждались свежим воздухом и спокойной атмосферой, радовались взаимной компании. Внезапно, вдалеке, они услышали пронзительный виск. Изначально друзья подумали, что это просто какое-то дикое животное, и переживать особо не о чем. Но когда звук начал приближаться все сильнее и сильнее, всем в этот момент стало явно не по себе. Неожиданно для всех рядом с ними приземлился загадочный монстр. Он был огромным, с крыльями, хвостом, клювом и когтями. Выглядел он как в животное из сказки «Полурептилия-полуптица». Его глаза сверкали в темноте, а чешуя блестела, отражая свет ближайших фонарей. Удивление и страх охватили группу друзей. Они не знали, что им делать в этой ситуации. К счастью, у одного из них прямо под ногой оказался камень средних размеров. Он взял его и замахнулся на птицу-рептилию, после чего та мгновенно отскочила назад и через пару секунд взмыла обратно в небо. Вскоре после этого инцидента появился еще один свидетель, который повстречал монстра уже на дороге. Рептилия приземлилась прямо перед машиной и едва ли не создала аварийную ситуацию. К счастью, человек успел вовремя затормозить. Однако монстр все-таки его напугал до дрожжи. Теорий о том, кто это мог быть, достаточно много. Пока одни думают, что это горгульи, другие говорят об известном человеке-мотыльке. Жаль, что виновника торжества никто так и не заснял на камеру. Также, по словам одного из экспертов, это вовсе могли быть не живые существа, а кто-то из параллельной вселенной или даже других измерений. Ведь если проследить тенденцию их появлений, то после этого всегда происходила какая-то беда. Словно монстры пытались предупредить людей, пытались сделать что-то, чтобы мы одумались, но человечество не понимало намеков. Так и в этой истории, кстати. В 2009 году, вскоре после этих инцидентов, в городе произошла перестрелка, в результате которой пострадало довольно много невинных людей. Совпадение? Не думаю. Все вы слышали о Лохнессском чудовище. Однако, нечто странное может обитать не только в Шотландском озере. Свои странности есть и в Исландии. Посмотрите, что заснял очевидец в этой стране. Существо, которое прозвали братом Несси, передвигалось по воде средь бела дня. Как видно, оно очень длинное и в то же время широкое. Это не могла быть какая-то огромная змея, потому что в Исландии таких попросту нет. Так же это точно не акула. Но что это? Неизвестное создание? Или просто обман зрения? Как считаете? Как оказалось, у Лохнессского чудовища несколько братьев. Еще один был обнаружен на Аляске несколько лет назад. Житель этого американского штата заснял пятиметровое нечто, плавающее в местной реке Чена. Согласитесь, здесь имеется сходство с плавучей загадкой, на которую наткнулись в Исландии. Это существо тоже длинное, широкое и совершенно непонятное. Оно просто скользит по поверхности, но не поднимает голову, чтобы мы его распознали. Кто-то считает, что тут и распознавать нечего, и что житель Аляски заснял банальные куски льда, которые прилипли к веревке. Кто-то даже думает, что это существо не движется, а находится на месте, шевелясь под действием течения. Но есть и такие, кто считает, что на Аляске обитает настоящий речной монстр, которого стоит опасаться. А кому больше верите вы? Далее на очереди кое-что по-настоящему пугающее. Туристы путешествовали по Израилю, дошли до скалы у берега моря и решили заснять красивые виды. Но вместо этого они засняли кое-что другое. На камне, на мелководье, кто-то промелькнул. Там явно был кто-то живой. Это нечто двигалось. Туристы поначалу не понимали, кто это, но потом пригляделись и увеличили зум. Да это же настоящая русалка! Она обернулась, поняла, что ее заметили, и быстро скрылась в воде. Это было реально жутко. Особенно то, как она повернулась и посмотрела прямо в камеру. Комментарии на этот счет вновь оказались неоднозначными. Кто-то посчитал, что парни засняли тюленя. Но при чем тут тюлень и Израиль? Эти ластоногие ведь живут в холодных водах. Может, это действительно была настоящая русалка или нечто приближенное к ней? К тому же, это не единственный случай, когда русалку засняли на камеру. Например, в этом случае автор видео нашел на берегу реки странный скелет. Его придавило камнем. Судя по всему, именно так существо и погибло. Обратите внимание на форму скелета. Как раз так мы представляем русалок. Что, если это был не фейк, а скелет настоящей русалки или существа, на основе которого был придуман образ русалки? Как по мне, все возможно. Если в предыдущих историях еще можно сомневаться, то тут все точно взаправду. Друзья катались на серфах неподалеку от берега, как вдруг к ним прицепился гигантский кальмар. Причем прицепился в самом прямом смысле этого слова. Огромный моллюск решил атаковать одного из серферов. Он осторожно подплыл к нему и схватил доску своими огромными щупальцами. Поначалу парень пытался отбиваться и держаться, но в итоге ему пришлось спрыгивать прямо к монстру. В панике он тут же забрался обратно, чтобы гигантский кальмар его не съел. Конечно, такого бы не произошло. Эти моллюски людей не едят. Но согласитесь, не очень приятно находиться рядом с таким огромным и жутким созданием. То, что испытал тот серфер, было жутко. Но следующие кадры еще более жуткие, а главное загадочные. Райланд Рубенс катался на волнах, как вдруг в одной волне с ним появилось таинственное паукообразное существо. Его унесло волнами как раз в тот момент, когда рядом находился Райланд. Серфер даже не заметил это создание, но оно и к лучшему. Он мог бы перепугаться, упасть с доски и отправиться прямиком к нему. Но что это вообще такое? Что за мистическое существо решило посерфить вместе с Райландом? Может, это был безобидный морской зверь, просто еще не изученный? Или на камеру попал прототип какого-нибудь жуткого мифического создания? Поделитесь в комментариях своими мыслями на этот счет. Капитан лодки совершал плавание недалеко от побережья Северной Каролины, США. Как вдруг его внимание привлекло нечто странное. Какое-то живое существо передвигалось по воде и ставило в ступор всех, кто его видел. Что это вообще такое? Можно было бы предположить, что в воду забрел питон, крокодил или даже кит, но все эти версии маловероятны. Существо очень пластичное для кита, слишком длинное для крокодила, а по форме не очень напоминает змею. Некоторые зрители предположили, что это может быть нечто доисторическое, какое-то создание, которое мы давно считаем вымершим. Как по мне, такое возможно. Помните таинственное летающее существо, напугавшее прохожих? Возможно, это был кто-то из следующих героев нашего выпуска. Беркут Если вы откроете список военной техники, авиации и вооружения, то найдете множество наименований со словом «беркут». И это неудивительно, ведь беркут – это самое настоящее оружие, к тому же живое. Эту птицу сложно не бояться и не уважать. Беркут – самый крупный орел в мире и удивительный хищник, относящийся к семейству ястребиных. Размах его крыльев достигает почти двух с половиной метров, а вес доходит до семи килограмм. При этом в длину беркут может вырасти практически до метра. Это очень внушительные данные для летающей птицы, но это еще не все. Беркут может похвастаться мощными лапами с острыми когтями, а также невероятной скоростью. Приметив жертву, беркут пикирует вслед за ней, развивая скорость до трехсот двадцати километров в час. Даже скоростной гепард покажется улиткой на фоне этой птицы. Здесь беркут охотится на зайца. Ему даже не приходится развивать чудовищную скорость. Беркут относительно спокойно летит за русаком, в то время как тот уносит лапы на полной скорости. Но бежать от беркута бесполезно. Птица схватила свою добычу без труда. Тут примерно такая же ситуация. Белый зайчик уносит ноги от хищной птицы, но беркут спокойно подлетает к жертве и нейтрализует ее. Зайцы составляют немалую часть диеты беркута, но эти птицы охотятся и на более крупных созданий. Например, на лисиц. На этих кадрах лисица пытается отбиться от птицы. Обратите внимание, насколько беркут огромен на фоне немаленькой лисицы. Но все тщетно. Беркут всадил когти в тело жертвы, и лиса сразу упала. Беркут же продолжил давить на рану, нейтрализуя жертву до конца. Не только лисицы и зайцы, но и волки боятся этих крылатых убийц. Сложно поверить, что птица вообще способна справиться с таким опасным и крупным животным, но беркуту это удается. Хоть эти кадры и не самого лучшего качества, мы видим, как беркут мастерски пикирует на волка, сбивая его с ног. Запись вскоре обрывается, но, судя по всему, беркут не отпустил волка, а лишь продолжил впиваться в жертву когтями. Беркуты часто охотятся в горах. Там они могут не только спикировать на своего оппонента или догнать межскал, но и прикончить его более изощренным способом. Беркуты поднимают крупную добычу и сбрасывают ее со скалы. Далее дело за малым, остается только подлететь к телу и приступить к трапезе. К счастью, с людьми у беркутов нейтральные отношения. Беркуты даже опасаются человека и не селятся возле жилых районов, поэтому эти птицы почти никогда не нападают на людей. Но иногда это все же происходит. Например, на этих кадрах беркут налетел на девочку в Киргизии. Видимо, он увидел в ней добычу. К счастью, рядом оказались взрослые, которые отогнали птицу. Сама девочка хоть и получила несколько повреждений, но очень быстро восстановилась. Как видите, беркуты нападают практически на всех подряд. Сапсаны в этом плане более избирательные. Это тоже очень опасные птицы. По размеру сапсан, конечно, уступает беркуту, достигая 50 сантиметров в длину и 120 сантиметров в размахе крыльев. Однако этот хищник из семейства соколиных опережает беркутов скорости. Это самая быстрая птица на планете. В пикирующем полете сапсан развивает скорость свыше 322 километров в час. Теперь вы понимаете, почему скоростной поезд сапсан так называется? Сапсан обладает очень острыми и сильными когтями. Если во время охоты сапсан не промахнется, то удар такими когтями на безумной скорости гарантирует смерть. Даже у крупной дичи после такого нападения может отлететь голова. Но сапсан редко нападает на крупных животных. В отличие от беркута, он охотится практически только на птиц и делает это очень профессионально. Смотрите, как красиво сапсан перерезает путь голубю и ловит его прямо на лету. Этот голубь уже точно не жилец. Камера едва поспевает за движениями сапсана, который приметил новую добычу, очередную птицу. На противоходе поймать не вышло, добыча увернулась, но долго она не радовалась. Сапсан развернулся и резко настиг птицу, после чего утащил в гнездо, чтобы накормить своих детенышей. А вот пример типичной охоты сапсана. Как правило, он гоняется за жертвой, он выслеживает ее, затем приподнимается над добычей и стремительно пикирует вниз, ударяя жертву когтями. Обычно такой тактики достаточно, чтобы жертва скончалась, но если она окажется живучей, сапсан всегда может добить ее клювом прямо в полете. На этих кадрах сапсан эффективно расправляется с краснохвостым сарычем в своем фирменном стиле. Взмывание вверх, пикирование вниз и мощнейший удар. Сработано четко и чисто. Тело сарыча тут же полетело к земле, где сапсан его съел. Венциносный орел. Кстати, я забыл сказать, что сапсаны распространены на всех континентах, кроме Антарктиды. А вот венциносный орел обитает только в Африке. Тут его считают королем всех птиц. А вообще, венциносного орла часто вносят в списки самых опасных пернатых планеты. Еще бы, это удивительный хищник, который весит около 7 килограмм и имеет двухметровый размах крыльев. Как и у беркута с сапсаном, у него очень мощные когти и молниеносные атаки. Все это помогает венциносному орлу охотиться даже на крупных животных, например, на обезьян. Обычно венциносный орел выслеживает свою жертву, сидя на дереве. Увидев подходящую добычу, он срывается с ветки и быстро летит вниз. Но иногда он срывается, чтобы полететь сквозь густые деревья, как в этом случае с обезьяной. Несмотря на огромные крылья и множество помех в виде веток и листьев, орел мастерски захватывает жертву. Не слишком тяжелую добычу орел уносит в гнездо или высоко на дерево, где съедает ее полностью вместе с костями. Кстати, эти птицы не только элитные и безжалостные хищники, но и удивительные танцоры. С началом гнездового периода первым брачный танец исполняет самец. Если самке танец понравился, то она присоединяется к танцору. Птицы словно играют друг с другом. Самец летит по направлению к самке, а она вытягивает вперед когти. Они сцепляются когтями и исполняют акробатические трюки в воздухе. Выглядит классно. Гарпия А вот гарпия не такая любительница танцев. Ей лишь бы поохотиться. Эту птицу не зря назвали в честь древнегреческих гарпий-похитительниц. Эти хищные создания – первоклассные ассасины, держащие воздушных и наземных обитателей в страхе. Южноамериканская гарпия является орлом и относится к ястребиным. Считается, что это самый тяжелый орел в мире, ведь весит гарпия до 9 килограмм. Гарпия не такая быстрая, как беркут или сапсан, но она компенсирует скорость бешеной силой и безжалостностью. Южноамериканские гарпии без труда охотятся на больших созданий. Их основным блюдом являются ленивцы. Как вы понимаете, схватить такое медлительное создание нетрудно, но гарпия делает это с особой элегантностью. Смотрите сами. Идеальное похищение и потрясающая охота. Как и венциносный орел, гарпия не прочь полакомиться обезьянами. Принцип охоты примерно тот же. Южноамериканский орел выслеживает добычу, срывается с дерева и летит к ней сквозь ветви и листья, хватая обезьяну намертво. После этого гарпия может притащить тушу в гнездо, где разделит лакомство со своими детенышами или съест сама. Гнездятся эти хищники очень высоко, в кронах на высоте до 75 метров над землей. Кстати, охотничья территория этих птиц охватывает площадь в десятки квадратных километров, поэтому любое животное на этой территории рискует стать добычей грозного орла. А однажды всего две гарпии держали в страхе целый остров обезьян. Ученые завезли двух особей на остров Барра-Колорадо в Панамском канале. Это место было настоящим раем для огромного количества приматов, пока не появилась парочка хищных птиц. Гарпии начали охотиться за обезьянами и настолько их загоняли, что тем пришлось как-то выкручиваться. В итоге приматы научились общаться между собой при помощи своеобразных звуков, предупреждая о приближении пернатых хищников. При обнаружении гарпии самцы громко вскрикивали, а самки и малыши спешили укрыться в зарослях. Такая необычная обезьянья-сигнализация спасла приматов, и их популяция на Барра-Колорадо не вымерла. И еще одна птица в этой подборке. Выглядит она так, а называется дроздовая мухоловка или петоху. Это совсем небольшая птица, весит немного, да и размах крыльев у нее явно не как у тех же беркутов. Тем не менее, эта пташка достаточно опасная, а все потому, что она ядовитая. Да, оказывается, в мире существуют ядовитые птицы, и петоху одна из немногих. Яд этих новогвинейских созданий не вырабатывается самостоятельно. Петоху получают его благодаря диете, поедая особых жуков. В итоге в их организме формируется батрахотоксин, такой же яд, как и у лягушек-листолазов, ярких, красивых, но крайне токсичных существ. На самих петоху яд не действует, организм птицы к нему приспособлен, но вот для других существ петоху является опасным созданием. Попав в организм небольшого животного, яд петоху способен прикончить его за считанные минуты. Особенно нелегко приходится обезьянам, варанам и некоторым представителям кошачьих, они нередко становятся жертвами петоху. Яд этих пернатых опасен и для человека, правда смертельным он не считается, но последствия все равно не из приятных. Токсичный яд пернатых вызывает жжение, онемение конечностей и даже паралич. Хорошие новости в том, что петоху не нападают на людей, а поймать птицу крайне сложно, потому что у нее прекрасная реакция и высокая скорость полета. Странные существа, выброшенные на берег, ждут вас далее. Начнем с этого нечто. Собственно, когда я увидел именно эту картинку, то решил сделать этот выпуск. Мы видим, как на мелководье из океана выбросило какого-то жуткого монстра с огромными глазами, длинными и острыми зубами и чем-то вроде щупалец. Насколько известно, ученые так и не смогли идентифицировать это нечто. Такое бывает, когда на берег выбрасывает разных созданий. Вы в этом сегодня еще не раз убедитесь. Бывает, это существо нельзя опознать, потому что его сильно размыло, или оно разложилось на солнце. Но что, если тут дело в другом, и это нечто является неизвестным видом глубоководных морских монстров, которые ученые видят впервые в жизни? Ведь такое тоже может быть. Что-то подобное произошло в 2018 году в Ливерпуле. На берег этого английского города выбросило это странное создание. Странное оно буквально во всем. У него есть клыки, но не очень похоже, чтобы это был какой-то морской хищник. У него есть шипы, но такое обычно наблюдается у небольших морских обитателей. А это создание было не очень уж и маленьким. Вдобавок, кожа животного была склизкой. И это несмотря на то, что по словам человека, нашедшего монстра, тот пролежал под солнцем достаточно долго. Автор находки так и не смог понять, что это такое. Он обратился к ученым и даже в благотворительные фонды, но ответа не получил. Были лишь версии. Согласно одной из них, это дельфин. Согласно другой, морская свинья или просто большая рыба. А некоторые считают, что это вовсе может быть какой-то доисторический монстр, доживший до наших времен. Всякое может быть, но узнать наверняка уже не удастся. Ученые не успели взять у него анализы или образцы плоти для изучения. И то был не единственный подобный инцидент в Ливерпуле. Спустя пару лет люди наткнулись на это. С прошлым монстром все было как-то проще, правда? Там действительно можно было разглядеть или дельфина, или морскую свинью. Но что это такое? Лично у меня нет ни малейшего понятия. Это больше похоже не на морского обитателя, а на какое-то гигантское сухопутное животное. Но что оно забыло на пляже, и почему его нашли так поздно? Что интересно, по словам автора видео, туша не источала вообще никаких запахов. Что очень странно, учитывая, что она лежала на солнце уже долгое время. И даже собака автора видео, которая, по его признанию, постоянно лезет изучать все подряд, максимально сторонилась этой находке. Может, это неспроста? Как-никак, животные остро ощущают опасность. Может, и эта туша представляла большую угрозу? В общем, вопросов очень много. Ресси Я не оговорился и не опечатался. Речь пойдет именно про Ресси, а не про всеми известного Несси. Так прозвали нечто странное, найденное в английском городе Рочдейл. Семейная пара просто прогуливалась по берегу тихого озера Холлингвард в один воскресный день. Как вдруг их идиллию нарушила это жуткое зрелище. Лично я бы на их месте больше там не гулял. Они были очень напуганы этим созданием, длиной около полутора метров, с огромной пастью, полной невероятно острых зубов. Ну что это за странное создание? Поначалу все думали, что это крокодил, но разве в Северной Англии водятся крокодилы? Версия с зоопарком тоже не подходит, ведь вряд ли это крокодил, сбежавший из зоопарка, верно? Его бы поймали прежде, чем он умер и вот так разложился. Тогда версию сменили на гигантскую щуку, которая выросла до невероятных размеров. Это уже ближе к истине, но и это не утешает. Не хотел бы я плавать или ловить рыбу в озере, в котором водится такое. Ресси был, почему бы не взглянуть теперь и на Несси? Да, вы можете возразить, мол, Несси это вымышленное чудовище в шотландском озере, это все байки и так далее. А те, кто все же верят в Несси, могут заявить, что этот монстр жив и здравствует по сей день и не собирается покидать озеро Лахнес. Окей, а что вы тогда скажете на это? Смотрите, кого нашла женщина по имени Линдси Фриман в ноябре прошлого года. Чем вам не Несси? Ну или, по крайней мере, можно назвать это нечто малышом Несси, детенышем легендарного монстра. У него похожие плавники, похожее строение тела, разве что он гораздо меньше шотландского чудища. Нашли мини-Несси не в Шотландии, а вновь в Англии. На пляже лежало создание с длинной шеей, телом морского зверя, хвостом и четырьмя конечностями или плавниками. Линдси не осмелилась потрогать мини-Несси, но, по ее словам, кожа у животного была гладкая. Но кто это такой? К единому ответу никто так и не пришел. Некоторые ученые считают, что это создание, родственное акулам или скатам. Другие считают, что это морская черепаха без панциря. Но есть и те, кто рассмотрел в малыше Несси Леоплевродона. Вообще, современная наука считает, что этот род крупных плеозавров давно вымер. Но есть альтернативные ученые, уверяющие в обратном. Мол, некоторые Леоплевродоны дожили до наших дней, сумев адаптироваться к новым условиям. Что интересно, лохнесское чудовище многие тоже относят именно к Леоплевродонам. Получается, альтернативные ученые могут быть правы? Получается и Несси, и мини-Несси, животные одного доисторического рода? Как думаете? Ладно, оставим Британию в покое, ведь и в других местах творятся странности. Причем они происходят буквально прямо здесь и сейчас. Например, совсем недавно в Австралии на берег выбросило очень загадочных и немного жутких созданий. Как будто австралийцам других проблем с фауной не хватает. Скользкие создания с непонятным узором на теле озадачили местных. Они не могли понять, кто именно был перед ними. Одни посчитали, что это были морские змеи, они не редкость в австралийских водах. Да и узор вполне змеиный. Но все-таки это были не они. Другие подумали, что на берег выбросило новый вид ракушек или что-то вроде того. А третьи уверенно заявили, что это инопланетяне. И что же получается? Инопланетные формы жизни уже перестали нас стесняться и вот так нагло дают о себе знать? К сожалению или к счастью, это не так. На самом деле, странными созданиями оказались асцидии. Это такой класс животных. Когда они находятся в воде, то напоминают банки и прочие сосуды. А когда их выбрасывает на берег, то они превращаются в такое вот нечто. Это, кстати, происходит чаще, чем многие думали. Поскольку асцидии часто обитают в прибрежных зонах и на не очень большой глубине. Интересно и то, что эти узоры на теле асцидии, это на самом деле не узоры. Каждый элемент узора – это отдельное животное, зооид. Они все генетически идентичны и образуют общий колониальный организм. И хотя на словах все это немного жутко, на деле все не так плохо. Асцидии не опасны для людей, так что выдыхайте. А хотя не стоит, не расслабляйтесь пока. Взгляните, что еще можно найти на австралийских берегах. Порой туда выбрасывает и таких вот странных и непонятных существ. Вот это нашли летом 2022 года. Девушка, которая обнаружила это создание, сравнила его с персонажем фильма ужасов. И сказала, что раньше ничего подобного не видела. Лично я тоже впервые вижу что-то подобное. Как сказала девушка, монстр напомнил ей живую колонию из сотни моллюсков. Они просто висели, а некоторые даже шевелились. Ученые пришли к выводу, что этими моллюсками могли быть гусиные ракушки, которые считаются деликатесом в некоторых странах. Например, в Португалии и Испании. Допустим. А что насчет основного тела? К кому прицепились эти ракушки и зачем они это сделали? Это пока неизвестно. А вот что нашли в Австралии еще раньше. Очень и очень странную рыбу. Опознать ее очень трудно. Судя по всему, она пролежала тут много времени и сильно изменилась. Не ясно, что лежит слива от нее. То ли это плавник, то ли отслоившаяся кожа. В любом случае, надеюсь, что в воде эта рыба выглядела не так страшно. Потому что в противном случае океан начнет казаться еще более пугающим местом. А вообще, в Австралии в последнее время явно происходит что-то странное. То загадочные морские обитатели появляются на суше, то на берег выносят какие-то непонятные объекты вроде этого. Может, это что-то означает, и нам надо к чему-то готовиться? Индонезийский монстр. Увеличим масштабы. Мы с вами увидели многих немаленьких созданий, выброшенных на берег. Но что насчет этого? Просто взгляните, насколько это существо гигантское. По словам очевидцев, которые обнаружили его, его длина была около 15 метров. Монстр бултыхался на мелководье возле одного из берегов Индонезии, гнил, пугал своим безумным видом и заставлял людей прокручивать в голове лишь один вопрос. Это вообще что такое? И правда, сказать трудно. Кто-то считает, что это кит, и это вполне логичная версия. А кто-то посчитал, что на берег выбросило гигантского кальмара. Насколько известно, ни одна из этих версий не подтвердилась. А может, это вообще что-то вроде морского дракона? Думаете, они не существуют? Я тоже так думал, но потом увидел еще одно видео. Его я покажу вам чуть позже. Пока давайте посмотрим на то, какие странности творятся в США. Там тоже встречаются незваные гости на берегах. Так, в июле 2012 года на берегу Истривер под Бруклинским мостом в Нью-Йорке нашли загадочное тело какого-то существа, которое тут же окрестили монстром Истривер. Животное тут же стали активно обсуждать, ведь многие рассмотрели в нем Чупакабру, существо, которое считается мифическим. Согласно легендам, оно орудует в Северной и Латинской Америке. Чупакабра нападает на животных и высасывает у них кровь. Никаких жертв рядом с монстром Истривер не было, но вот внешне оно вполне было похоже на Чупакабру, какой ее описывают в легендах, рассказах и на мистических формах. И все же вряд ли это была Чупакабра, но расстраиваться из-за этого не стоит. Пусть лучше она останется только в мифах и легендах. А что касается монстра Истривер, то это, вероятно, тело свиньи, недоеденной после барбекю. Мне кажется, так оно и есть, ведь дело было в июле, а в этом месяце в Штатах празднуется День Независимости. Наверное, свинка как раз была на праздничном мероприятии. Такое чувство, словно бруклинский мост, притягивает к себе всех самых странных существ. Совпадение ли, но примерно за год до того, как под ним нашли монстра Истривер, люди наткнулись там на еще одно создание, выброшенное на берег. Вот оно. И что интересно, первоначально именно его окрестили монстром Истривер. Это прозвище уже потом перекочевало к той свинье со Дня Независимости. К месту тут же сбежалась небольшая толпа. Всем было интересно, кого именно выбросило на берег. Всем было интересно и в то же время страшно. Люди боялись дотронуться до этой рыбы голыми руками, поэтому тыкали ее палками, оценивая тело и зубы. Считается, что ничего сверхъестественного тут нет. Видимо, это был осетр. Но даже если и так, это был один из самых крупных осетров, которых когда-либо выбрасывало на берега Северной Америки. Дракон. А вот и обещанный дракон. Именно о нем я подумал, когда впервые увидел эти кадры, снятые на Филиппинах. Глубокой ночью местные жители обнаружили на мелководье загадочное и огромное тело морского обитателя. Они принялись вытаскивать его на берег, но у них ничего не вышло. Гигант был слишком большим. Впрочем, не обязательно было это делать. Тело прибивало все ближе и ближе, и в итоге оно почти полностью выбралось из воды. Само собой, большинство людей уверено, что это банальный кит, но стоит прислушаться к местным. По их мнению, это может быть некто мистический или мифический, в том числе морской дракон. В азиатской традиции и фольклоре драконы не имеют крыльев, и их можно найти в том числе в воде. Пусть даже это не морской дракон, но ведь может быть такое, что это неизвестное создание, ставшее прототипом узнаваемого персонажа азиатского фольклора. Вернемся в Великобританию. Все еще помните, как много всяких странных созданий нашли жители этого островного государства за последнее время? Так вот, это еще не конец. Не так давно там нашли кое-что еще более странное. И неудивительно, ведь это Демагоргон из сериала «Очень странные дела». Помните такого монстра, с которым сражались герои? У того раскрывалась пасть и голова, образуя что-то вроде лепестков, а у этого разбросаны щупальца примерно в таком же положении. В любом случае, выглядит это достаточно неприятно. Еще и эти ракушки на щупальцах висят. Женщина, которая обнаружила этого Демагоргона, говорит, что хорошо разбирается в природе, особенно в местной, но такое она увидела впервые. И, что интересно, в этом случае внешность может быть обманчивой. Ученые, которые изучили снимок, предположили, что это никакой не глубинный монстр, и уж тем более нереальный прототип злодея из очень странных дел. Судя по всему, это деликатесный моллюск под названием «гусиная шея», который дорого стоит и отличается неплохим вкусом. Пусть даже так, после такого кадра я бы не стал его пробовать. А вы? А что насчет этого создания? Попробовали бы его? Уверен, что многие из вас сейчас ответили резким отказом. Но подождите, может вы еще измените свое мнение? Его нашли на пляже Фолич Бич в штате Южная Каролина. Трехметровое создание всерьез озадачило местных. Они так и не смогли понять, кто это был. То ли неизвестное морское существо, то ли вполне известная рыба. А кто-то даже посчитал, что это динозавр, дракон или внеземной организм. И, как это часто бывает, ученые расставили все точки над «и». На этот раз им удалось осмотреть тушу как следует, благодаря чему они поняли. Это был атлантический осетр. Вполне съедобная и вкусная рыба, которой просто не посчастливилось оказаться в таком положении. А теперь вновь заглянем в Австралию. Помните, я говорил, что в Австралии происходит что-то странное? Оказалось, это тянется уже достаточно долго. В 2016 году на берегу озера Макуори в Новом Южном Уэльсе обнаружили странное существо, которое окрестили монстром из Макуори. Визуально кажется, словно это какой-то дельфин-мутант, каким-то образом очутившийся в озере. Или же это крокодил-альбинос, у которого очень большие проблемы со здоровьем. Ученые же предположили, что на берег выбросило щукорылого угря. Это крупные рыбы, которые достигают длины в 2,5 метра. Это неплохая версия, но многие с ней не согласились, потому что эти рыбы обычно обитают в тропической и субтропической зоне Тихого и Индийского океанов. Как в таком случае этот угрь оказался в Австралийском озере? Шанс на это есть, но лично мне кажется, что это не угрь, а кто-то другой. Кто-то, кого только предстоит открыть как вид. А сейчас я расскажу вам о пугающих логовах разных опасных существ. Кеймада Гранди Змеиное логово – это настоящий ужас. Место, которое пугает каждого человека. Даже того, кто не особо боится этих ползучих созданий. Обычно мы видим скопление змей только в фильмах и думаем, что в реальности встретить такое невозможно. Но остров под названием Кеймада Гранди доказывает нам обратное. Находится он в 35 километрах от побережья Бразилии. Со стороны кажется, что это просто рай на земле. Очень уютный, милый, зеленый кусок суши, на котором было бы здорово отдохнуть. Но стоит людям присмотреться к нему чуточку лучше, как все тут же встает на свои места. Кеймада Гранди – это дом для нескольких тысяч змей. Ползучие буквально на каждом шагу. И ладно, они все были бы не ядовитыми. Так ведь нет. Они относятся к виду островных ботропсов. Невероятно ядовитых копьеголовых гадюк, которые живут исключительно в Бразилии. Одного укуса этого ботропса хватит, чтобы человек скончался в ближайший час. А поскольку доплыть с этого острова до Бразилии и найти подходящих врачей – дело время затратное, считайте, что укус ботропса на острове гарантирует человеческую гибель. Нетрудно догадаться, что жить в такой обстановке людям не захочется. Вот остров и пустует. Но как это место вообще стало рассадником опасных змей? Не могли же они взять и захватить остров? Верно? По легенде, в прошлом пираты спрятали на Кеймадагранде свои многочисленные сокровища, а затем, чтобы защитить их, заселили небольшой остров гигантским количеством ядовитых змей. Верить в это или нет – решать только вам. Есть и другая теория. По ней в прошлом этого острова не существовало. Кеймадагранде являлся частью Бразилии, но внезапно уровень воды начал стремительно подниматься, и вскоре это отрезало сушу от материковой части, превратив ее в остров. В условиях изоляции доминирующим видом стал предок копьеголовой гадюки, который практически не имел врагов и мог развиваться по-своему, не так, как змеи на материке. Поскольку основу питания из-за дефицита видов составляли птицы, островному ботропсу потребовался более сильный яд. Благодаря тому, что яд этих змей в пять раз сильнее, чем у континентальных родственников, он мгновенно поражает жертву. Целью же атаки данного хищника чаще всего становятся птицы, и начинают светиться. Так вот, именно благодаря ему светлячки в индийском заповеднике и создают вспышки света. Это просто удивительно. Место, где днем правят огромные и опасные животные, например, слоны и тигры, вечером становятся сценой для крохотных существ. В темное время суток лес подсвечивается буквально миллионами, если не миллиардами огоньков. У этих жуков есть особый орган, который называется лантерн. Именно он и включается в ночи. Светятся жучки не просто так. Это призыв к брачным играм. Реже они могут общаться таким образом друг с другом, информировать о приближающейся опасности или даже вводить в заблуждение. Представляете, есть хищные светлячки, которые охотятся на себе подобных. В природе существует самка, которая специально подсвечивается так, будто она готова к спариванию. Однако стоит самцу прийти к ней в гости с открытой душой и благими намерениями, как он тут же попадет к ней в пасть без шанса на помилование. Другой волшебной способностью этих жучков является их способность синхронизироваться с собратьями. Миллионы существ одновременно загораются и потухают, создают уникальные узоры и рассыпаются на отдельные частички. Конечно, таким талантом загораться одновременно обладают далеко не все из множества видов светлячков. К тому же свечение зависит от плотности обитания этих насекомых, но в заповеднике тигров она очень высока. Отчего местный лес превращается в волшебный театр света и тени? Розовые фламинго Камарк – парк на юге Франции и по совместительству единственное место в Европе, где можно встретить розовых фламинго. Конечно, там обитают и другие живые создания. К примеру, в парке насчитано 272 вида птиц, но главными все-таки остаются именно розовые фламинго. Зимой они имеют более насыщенный цвет, нежели летом. Это вызвано тем, что они едят мелких рачков с огромным количеством вещества под названием каротин, который и сказывается на их окраске. Посетив Камарк, вы сможете увидеть не просто одну-две эти прекрасные птицы, а узреть сразу несколько тысяч представителей этих редких пернатых. По сути, это крупнейшая колония фламинго в западной части Средиземноморья. И чтобы лучше с ней познакомиться, рекомендуют прийти хотя бы на одну экскурсию, которых там много. К слову, об экскурсиях. Представьте лицо людей, которые в 2007 году купили билеты, так ждали этого момента, а фламинго просто взяли и покинули это место. Как такое возможно? Как? Как? Я не знаю! На самом деле все просто. Это было чем-то вроде забастовки у птиц. Им не нравилось, что деятельность ближайшего солезавода приводила к побочному эффекту в виде откачки соленой воды в лагуну, где гнездились фламинго. В результате этого бойкота откачка воды прекратилась, а территорию продали французскому государственному органу, ответственному за охрану прибрежной зоны. С тех пор специалисты стали следить за окружающей средой, и фламинго вернулись. Остров кроликов Звучит как место из какого-то мультфильма, правда? Но на самом же деле это более чем реальный объект, расположенный между островами Ханьсю и Сикоку во внутреннем море Японии. Площадь острова всего 0,7 квадратных километров, но этого вполне хватает, чтобы удивить посетителей. Ведь там живут одни лишь кролики, и всего их насчитывается не менее 700 особей. Не переживайте, оказавшись на острове, вы точно не потеряете их из виду. Они там буквально везде. Эти животные дикие, но из-за чувства голода, они практически полностью лишены страха и инстинкта самосохранения. А также, благодаря отсутствию на острове естественных врагов, они необычайно контактны и готовы облепить со всех сторон каждого путешественника, дабы выманить у него какое-нибудь угощение. К тому же, охота на кроликов тут строго запрещена. Несмотря на это, история острова далеко не такая радужная, какой может показаться на первый взгляд. В прошлом тут находился секретный завод по разработке и изготовлению химического оружия. Построен он был в конце 1920-х годов. Нетрудно догадаться, что именно из-за этого остров истер Лискард, дабы никто о нем не знал. Время шло, посторонним вход был воспрещен, а завод производил по 6 тысяч тонн ядовитых газов в год. Единственными, кто находился на острове, кроме людей, были кролики, которых использовали тут в качестве подопытных. После окончания боевых действий, завод стерли уже не только с карты, но и с лица земли. Тут можно было бы завершить историю и рассказать, что якобы кролики сумели выжить, развели потомство и захватили остров, но все было не так. Люди попросту приехали и ликвидировали оставшихся кроликов, но не из-за своей жестокости, а потому что те были заражены и могли негативно сказаться на окружающей среде. В качестве же искупления своей вины, японцы оперативно завезли туда новых, уже полностью здоровых кроликов и позволили им спокойно развиваться. Это стало напоминанием людей самим себе о том, что жизнь все равно победит постыдное желание людей истреблять друг друга. Остров под названием Айтолика поистине прекрасен. Южное солнце, мягкий климат, теплая вода. Казалось бы, что может пойти не так. Но тут на сцену выходят пауки, которые в конкуренции за место под солнцем проявляют себя куда лучше, чем туристы. Оказавшись в идеальных для себя климатических условиях, они начинают активно спариваться и размножаться, из-за чего совсем скоро вся береговая линия, включая кусты, деревья и немногочисленную островную инфраструктуру, покрывается плотной паутиной. Выглядит пейзаж по-настоящему жутко и напоминает локацию со съемку хоррора в духе фильма «Мгла». А когда ты задумываешься о том, что все это – дело рук не архитекторов и не дизайнеров, становится еще страшнее. Манулы. Дикие, злобные и в то же время невероятно обаятельные. Так можно сказать про следующих гостей нашего выпуска – манулов. Как и все другие коты, они вызывают сплошное умиление, но мало кто знает, что их нельзя недооценивать. Эти коты старше даже саблезубых тигров. Как отдельный вид кошачьих, манул появился на Земле примерно 10-12 миллионов лет назад. За столь длительный срок манулы успели отлично адаптироваться к условиям жизни. Например, они обзавелись пушистой шерстью. На каждый квадратный сантиметр их кожи приходится до 9 тысяч волосков длиной до 7 сантиметров. Такая пушистость позволяет манулам выживать в суровых условиях. Так как шерсть у них есть, тереться о собратьев, чтобы согреться, котикам не нужно. А значит, можно отправляться в свободное и независимое плавание по жизни. Лишь в период размножения манулы собираются в группы, и то всего на несколько дней. Это время, к слову, как и в принципе всегда, манулы проводят под камнями, в старых нурах сурков, лисиц и барсуков, а также в небольших пещерах и расщелинах скал. Благодаря превосходному слуху и изумительному зрению, эти хищники заверстучуют угрозу и в случае чего меняют свое местоположение. В этом им помогает безупречный окрас, позволяющий маскироваться в степном ландшафте и всего с одного прыжка настигать жертву, заставая ее врасплох. Луговые собачки Когда-то численность этих созданий достигала 800 миллионов особей. Однако из-за изменений условий в окружающей среде, это число сократилось всего до пары миллионов. Казалось бы, как это возможно? Ведь луговые собачки никогда не ленятся, их подземные города-логово тому прямое доказательство. Каждая камера в норе имеет свое назначение. Детское, жилое помещение, уборное и так далее. Трава вокруг выхода тоже всегда съедена, чтобы можно было издалека разглядеть хищника. Но, как оказывается, этого бывает недостаточно. Может, все дело в их чрезмерной общительности. Забалтываются между собой и теряют бдительность. В лексиконе луговых собачек для каждого объекта в приречи есть свой звук. Есть даже сигнал, обозначающий охотника. По поводу их логово забыл сказать, что также у каждого своего входа они возводят земляной вал. Он защищает жилище от затопления и служит дозорной башней, с которой собачки следят за окрестностями. Что касательно их рациона, то в него входит в основном лишь растительная пища за редкими исключениями. Эти создания совершенно не агрессивны, из-за чего их порой приручают люди. Главное – выйти на поиски своей луговой собачки в любое время года, кроме зимы. Так как в снежный и холодный период они впадают в настоящую спячку. Пищухи Услышав название существа, о котором сейчас пойдет речь, люди разделяются на три лагеря. Тех, кто впервые о них слышит, тех, кто думает, что речь о птицах, и тех, кто подразумевает под пищухой грызуна. Посмотрим, кто оказался прав. Внешне они напоминают то ли хомяка, то ли какую-то мышку. Живут пищухи колониями по 50-60 особей. Свои гнезда зверьки устраивают в основном между большими камнями, но иногда роют норки и в торфяном грунте. Пищухи – животные дневные, по ночам они предпочитают спать. Днем же особую тревогу не испытывают, так как их окрас, полученный от рождения, прекрасно помогает им сохранять анонимность и не попадаться на глаза. Даже люди с их продвинутыми технологиями испытывают проблемы с поиском этих животных и их дальнейшим изучением. Такое милое название пищухи получили за смешные звуки, которые они издают. Они напоминают не то свист, не то писк, так как животные между собой общаются. Ну и последний факт для любителей аниме. Именно пищуха послужила вдохновением для создания самого известного покемона планеты Пикачу. А на этом все. Напишите в комментариях, дом какого животного удивил вас больше всего. И спасибо за просмотр.